В Твери продолжается программа по реализации предложений граждан. В ее рамках депутаты городской думы работают по обращениям руководителей муниципальных учреждений и просто местных жителей. Один из объектов, который попал в эту программу, городской пляж. Здесь была установлена новая детская площадка. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Городской пляж на набережной Афанасия Никитина уже давно стал одним из любимых мест отдыха для тверичан. Здесь установлены спортивные снаряды, есть место для пробежек, а в докоронавирусное время регулярно проводились праздничные и культурно-массовые мероприятия. Примечательно, что работа по развитию этой общественной территории не останавливается даже в период пандемии. К уже установленным детским площадкам добавилась еще одна, которая была оборудована в рамках программы по реализации предложений граждан. Здесь на городском пляже уже была детская площадка, но она пришла в негодность. Это уже опасно для использования, тем более, что пользуются это дети. Поэтому было принято решение и по просьбе жителей города, было принято такое решение, чтобы установить новую площадку, новый игровой комплекс. Место для установки новой площадки было выбрано не случайно. В округе находится много жилых домов, в которых проживает большое количество молодых семей с детьми. На установку объекта было потрачено около 750 тысяч рублей из депутатского миллиона, который выделяется народным избранникам для работы на своем округе. Для меня является приоритетным социальным направлением. И мне хотелось, чтобы это было что-то такое более масштабное, и большее количество людей могло этим воспользоваться. Я также еще направляю средства на школы, на детские сады. Как отмечает депутат Тверской городской думы Светлана Козлова, программа поддержки предложений граждан уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. Так, в рамках этой работы в детском саду номер 33 в центральном районе города были установлены новые домофоны и электронные замки на калитках, как того требует антитеррористическое законодательство. В детском саду номер 155 по просьбе родителей и руководителя было закуплено оборудование для оснащения прогулочной площадки. В детском саду номер 164 выполнен ремонт помещений групп, а в библиотеку имени Салтыкова-Щедрина закуплено новое оборудование. В школу искусств имени Андреева был приобретен уникальный музыкальный инструмент – вибрафон. И это лишь часть примеров. На этом работа не заканчивается. К примеру, как рассказала Светлана Козлова, новая детская площадка на городском пляже в скором времени станет доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Будем предложение выслушивать и на будущее уже иметь в виду, что необходимо еще дополнить в следующий раз. Как подчеркнула Светлана Козлова, по программе реализации предложений жителей деньги будут выделены на решение насущных проблем в других важных городских пространствах областной столицы. Редактор субтитров А.Семкин